В рамках интеграционных мероприятий с образовательными учреждениями Российской Федерации в Луганскую Народную Республику приехала делегация из Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. На базе старейшего университета Луганской Народной Республики состоялась встреча в рамках проекта Рязань Рязанской государственного университета имени Сергея Александровича Есенина «Донбасс» с руководством Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, а также представителями образовательных учреждений республики и студентами учреждений высшего образования Луганской Народной Республики. Ну конечно наиболее острой потребностью преподавания повышения квалификации учителей учебных предметов гуманитарного цикла, а именно учителей русского языка и литературы и потребность в курсах повышения квалификации. Вот мы обратились в Государственный университет имени Есенина и я сейчас хотела бы отдельно назвать, наши преподаватели прошли, 98 человек прошли курсы повышения квалификации по русскому языку. Андрей Иванович, ну вы от всего коллектива педагогического сообщества, которые и прошли курсы, поблагодарите пожалуйста и мы отмечаем все очень высокое профессиональное, ну скажем так и подходы и качество и получили огромное удовольствие, помимо того, что повысили качество своих знаний, мы теперь уверены, что и наши дети получат тоже повышение качества знаний. Ну и я буквально, если наверное сразу, разрешите от Министерства образования и науки, от всего сообщества поблагодарить Андрея Ивановича и я хочу вручить и Андрею Ивановичу и Александру Юрьевичу наш учебник, это все помните, да, что у нас есть селективный курс «История Великой Отечественной войны», который единственный курс, это гордость наших ученых, мы написали это наши ученые и учителя-предметники, две части. Активное сотрудничество с Рязанским государственным университетом реализуется уже давно, так в рамках курса повышения квалификации по теме современной тенденции в преподавании русской словесности, большое число представителей Министерства образования и науки Луганской Народной Республики прошли подготовку в этом направлении. В рамках мероприятия, которое состоялось 20 апреля, ректором Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина Андреем Ивановичем Минаевым прошло вручение сертификатов участникам конкурса. «Уважаемые луганчане, позвольте вам передать самые искренние пожелания, привет, пожелания добра, мира. Прием поражает, эмоции, чувства действительно обострены до предела. Мы связаны с вами общим героическим прошлым, славной историей, героическим настоящим и, я уверен, общим стабильным будущим, общим развитием. Нас объединяет многое, нас объединяют человеческие судьбы. Сегодня говорили о Молодой Гвардии, об организации, на которой все мы воспитывались, все мы получали азы патриотизма, впитывали любовь к Родине, именно узнавая о героях, в том числе и этой организации. Наверняка вы все знаете, что один из руководителей Молодой Гвардии, Иван Зевнухов, был уроженцем Рязанской области. Мы носим великие имена. Имя Владимира Ивановича Даля носит Луганский университет, имя Сергея Александровича Есенина носит Рязанский государственный университет. Это имена людей, которые жили в разное время, имели разное происхождение. Рождение аристократ Даль и Рязанский сын выходец из крестьянской семьи Сергей Есенин. У них разные корни, у них разный жизненный путь, но их объединяло одно, единое, это служение великой русской культуры, великому русскому слову. Это действительно имена, которые вписаны золотыми буквами в русскую культуру. Для нас очевидно, что отношение к тому, что происходит на земле Донбасса, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, это показатель отношения к России. Поддержка Луганской народной республики, Донецкой народной республики, это гражданское, воинское служение, исполнение своего долга во благо Российской Федерации. Для нас мы живем вот именно с такими установками, в такой системе ценностей, и мы будем верны этому по исследованию технологий информационной войны. Это действительно уникальная структура в системе высшего образования Российской Федерации, где на высочайшем профессиональном уровне идет анализ и работа над теми процессами, понимание того, что мы вместе переживаем. Для студентов университета в Луганской народной республике, участникам делегации из Рязани Александром Георгиевичем Голодовым, начальником аналитического центра по исследованию информационной войны и контрпропаганды, была проведена лекция по вопросам ведения информационной войны в современных реалиях, а также актуальности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Уважаемые коллеги, мне выпала огромная честь вот здесь, на этой трибуне, поблагодарить своего коллегу Андрея Ивановича Минаева за ту огромную помощь, которую оказывает Рязанский университет, Далевский университет. Мы многие годы сотрудничали вместе, и вы знаете, вот та теплота, та помощь со стороны Андрея Ивановича лично, потому что во всех мероприятиях, где участвовали мы, и сотрудники университета всегда говорили, мы передаем огромный привет. Мы передаем огромный, мы беспокоимся о нашем университете, и поэтому я должен сказать слова огромной благодарности и сказать, ну, огромное вам спасибо. Зато понимание эту помощь, но самое главное, разрешите мне вручить бюст Даля, вылитые студентами, вот они своими руками вылили этот бюст. Я вручаю, пожалуйста, разрешите вручить книгу нашему университету 102 года, мы прошли 100-летний юбилей, путь длиною вверх. Разрешите мне вручить книгу Андрея Ивановича. Перенимая опыт ведущих учреждений высшего образования Российской Федерации, университеты Луганской Народной Республики сегодня имеют возможность использовать образовательные программы, соответствующие всем требованиям времени. Такое сотрудничество очень важно для республики, ведь речь идет о будущем наших детей и качестве их образования. Вы себя сегодня видите? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...